итак добрый день гостям подписчикам моего канала сегодня мы находимся в разделе полезные вещи для рыбалки и сегодня я расскажу о старинном китайском ноже которому уже 10 лет 10 лет эксплуатации они конечно сейчас такие же ножи один в один продаются на алиэкспресс но когда я покупал в обычном рыболовном магазине по пути на рыбалку я еще у меня и сомневаюсь у меня был интернет нет я уже не помню возможно только начинался интернет это было 2009 год только до появлялся интернет низкоскоростной возможно такой вот нож многофункциональной брала я в районе около 150 рублей 150 рублей ехал как-то на рыбалку забыл ножик случайно заехал в рыболовный магазин по пути на трассе 210 грамм он весит здесь колечко чтобы на пояс можно было прикрепить и в длину он 9 сантиметров давайте сейчас я раскрою и мы сразу покажу все функции и так давайте как я рассказал случайно взял по пути на рыбалку взял вот этот нож прошло 10 лет он до сих пор в строю падал он воду много раз но он он не ржавеет значит он с нержавейки скорее всего сделан с такой стали которая не ржавеет ржавчины практически нет у него нож очень многофункциональный конечно качество стали я не могу сказать как у меня потом появился уже швейцарский нож но это уже с каким-то временем до швейцарского ножа я всегда пользовался исключительно вот таким вот ножом если он не сравнить с швейцарским но он надежный пока прошло 10 лет он до сих пор надежно есть постоянно подтачивать лезвие можно что-то отрезать на рыбалке ножницы даже вот все было у него тупой на я наточил ножницы наточил вот эти два ножа и начал им успешно пользоваться потом уже купил швейцарский нож но давайте рассмотрим его поближе какие же у него функции у этого ножа вообще есть это обычный обычный нож в длину 7 сантиметров это консервный нож я тоже наточил это консервный нож вот в виде консервный нож крестовая отвертка далее здесь что мы видим стопор здесь стопор вкручивается маленькая плоская отверточка ну здесь шило какие-то тоже как плоские отвертки все это тупой я даже ничего не точил это мне не нужно было сам главное лупа интересно что там на природе в солнце это можно разжечь и костер подложить какой труд открывашка я пользовался для пивных бутылок самое интересное вот есть тут посмотрите обратите внимание есть плоскогубцы а плоскогубцы вот эти не раз спасать для чего конечно же зажимать грузики свинцовые на рыбалке для поплавочной удочки далее ножницы я когда их подточил они стали достаточно острыми иметь что-то тоже можно отрезать маленький ножичек все это я подточил далее что она здесь есть есть у нас две пилы вот одна вот тупая какая-то непонятная здесь также экстрактор присутствует но вот это пили а вот эта пила достаточно даже острые небольшие веточки и отрезал далее мы видим здесь как такой напильничек двухсторонний и вот такой вот колечко колечко чтобы продевать на пояс вешать наш вот этот нож вот такой вот многофункциональный нож и так что хочу сказать они сейчас похожие продаются на алиэкспресс но я брал не на алиэкспресс а вот 10 лет назад уже мимо проезжал в каком-то рыболовном магазине его брал уже не помню в районе 150 рублей нож конечно не качественно не качественно достаточно надежный что хочу сказать в этом видео я у кого с алиэкспресс они сейчас современные продаются я не знаю какое у них сейчас качество но 10 лет назад качество было достаточно хорошее обратите внимание и я им пользовался не помню точно около пока швейцарский нож не купил достаточно долго на рыбалке он не раз меня спасал вот такой вот отличный нож в этом видео я хотел сказать как бывает и бюджетные вот такие бюджетные надежные ножи конечно надо лезвие постоянно подтачивать у него частенько не как швейцарский нож я ни разу не точил но им тоже можно пользоваться что за 150 рублей я взял когда-то я не пожалел итак выпишите в комментариях кого то есть такие ножи я буду очень рад а на сегодня все всем кого понравилось подписываемся и ставим лайки всем пока